Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владислав Кундасёв и наша передача «Консультант-содовода». Наша главная задача – донести до вас самую актуальную, полезную и своевременную информацию. Именно поэтому сегодня мы вещаем из Москвы на 23-й международной выставке «Цветы-2016». Самые современные и актуальные новинки агрорынка только для вас. Очень много средств для борьбы с мышами. Каждый производитель говорит, что их средство лучшее, что оно действует лучше, чем у других. Так вот, есть ли отличия действительно в разных средствах по борьбе с мышами и крысами или нет? Или компания «Лето» здесь изловчилась и сделала действительно уникальный продукт? Я имею в виду про серию «Три кота». На самом деле средств от грызунов очень много разных производителей. Что касается наших средств от грызунов, они представлены, грубо говоря, двумя действующими веществами. Это «Зоукумарин плюс» и «Три кота». «Три кота» – это препараты нового поколения. Все грызуны имеют свои вкусовые предпочтения. Поэтому у нас есть линейка многообразная. То есть у нас есть гранулы, у нас есть зерно, у нас есть зерновая смесь. Также, соответственно, существуют тесто-сырные брикеты, которые в последнее время набирают все больше оборотов. И восковые брикеты для особого применения во влажных местах. Вот парафинированные брикеты, на самом деле, их очень хорошо под яблонями раскладывают. В том числе на открытом воздухе они не подвержены воздействию внешней окружающей среды. И эффективно работают даже при дожде, снеге, любых других осадках. Ну, на самом деле, «Три кота» наши садоводы знают уже много лет. Совершенно уникальный продукт, когда раскладываешь под деревьями, а приходишь весной, смотришь, да, погрызли, и где-то там вдалеке, пардон, труп мыши лежит. В чем отличие вот этих двух препаратов? Все зависит от того, с кем мы боремся. Да, да. Это мелкие грызуны, мышки, либо крысы. Зоокумарин. Достигается эффект при употреблении мышами в пищу зоокумарина. Эффект происходит примерно через 2-3 дня. То же самое происходит и с крысами. Крысы – умные существа. И увидев, что их сородичи умерли, перестанут поедать эту приманку. К нам приходят на помощь три кота. Да, тесто-сырные брикеты, восковые брикеты, ну и ряд других форм приманок. В чем их уникальность? Уникальность в том, что грызуны, поедая их, не умирают сразу, а умирают примерно через 2 недели. И умирают, уходя на открытую поверхность. То есть никакой войны дома не будет? Не будет. То есть получается, что сегодня грызун поел этот препарат, погиб через 2 недели? Примерно, да. А эти 2 недели он как себя чувствует? Он продолжает поедать приманки, и его смерть не вызывает опасений у других сородичей. И они также активно поедают эту приманку, и умирают все. Когда стоит использовать эти препараты именно в саду? Все мы знаем, что период миграции мышей как раз приходится на конец августа, но в условиях Сибири. Это действительно так? Или можно пролонгировать использовать эти препараты? Препарат можно использовать в любой период времени. При внешнем обнаружении грызунов, если вы обнаружили, что у вас в саду, либо в доме, либо в бане, ну где угодно, либо в хозпостройках появились грызуны, вы его можете сразу же применять. Ну, конечно, активный период времени, это 2 периода активности грызунов. Первый, это начало осени, конец лета, начало осени. И второй, это весенний период времени, когда дачники активно начинают ехать на даче. Субтитры создавал DimaTorzok